Решил я тут посмотреть в интернете телевизоры. Набираю в поиске купить телевизор и смотрю, а цены-то адекватные, смотришь, да и позволить себе что-то можно. И поиски мои навели меня вот на такой телек. Hyper Smart TV QLED QL55UD700AD554K Ultra HD темно-серый. Короче, пацаны, это QLED телевизор, еще и 55 дюймов, еще и 4K Ultra HD, еще и темно-серый, да и за адекватные деньги. Есть 55 дюймов, есть 50, а есть 65. Просто сказка какая-то. Вроде какие-то характеристики, не как в бюджетном телевизоре, а цена вроде как бюджетная. Да и отзывы посмотрел, отзывы положительные. Ну чё, надо брать, взял. Салют подписчикам канала Атомасем и случайным зрителям этого видео. Сегодня я хочу познакомить вас с устройством от компании Hyper. Это достаточно бюджетный телевизор, который предлагает в себе функции премиальных телевизоров. То есть нам уже стали доступны такие фишки, как QLED, HDR и 4K в телевизоре за вменяемые деньги. Тут сразу на коробке видно все фишки устройства, на которые производитель делает акцент. Тут встроены и ВК-видео, и ВК-плей, и есть магазин Рустор, то есть все сервисы ВК, также Кио, Нока. Полно приложений уже установлено из коробки. Понятное дело, что это Smart TV. Он не просто на Android, который мы привыкли видеть в Android TV, да, телевизорах. А здесь установлен 11-й Android, который позволяет установить любые приложения совершенно. Пульт вот такой, с голосовым управлением, мощность динамиков тут по 20 Вт, Wi-Fi 5 ГГц, Bluetooth 4.2. Вот тут, может кому будет интересно, класс энергоэффективности. Это 55-дюймовый телевизор. У Hyper, вот в этой линейке телеков, есть варианты на 43 дюйма, на 50, 55 и 65. Мне кажется, вот 55 дюймов, это золотая середина по размеру телевизора, да, там для гостиной. Давайте, в общем, вскрывать, посмотрим, что там вообще за телевизор. Как-то так выглядит телек. В собранном состоянии снизу две ножки крепятся на двух болтах. Не перепутайте, каждая ножка имеет свое обозначение, там L, R, все болты есть в комплекте. Внизу светится красная лампочка, это минус, на мой взгляд, потому что она не выключается. Она будет постоянно светить. Дополнительно к плюсам отнесу, что это лаконичный телек, ничего лишнего здесь нет. Черный, строгий телевизор, даже без каких-либо надписей Hyper. И за это вот просто респект производителю. Нижняя часть рамки, она просто из черного матового пластика. И никаких тут надписей, ничего. Боковые вот эти рамочки, они уже очень тонкие, как это принято, да, там на современных телевизорах. И вот по всему периметру телека они тонкие и матовые. Ну вот по толщине, да, ну понимаем, что телевизор не из премиальных. Толщина тут достаточно крупная. Но тем не менее, в общем, этот телевизор можно спокойно поставить или повесить на стену. Сделать вы это сможете благодаря креплению настенному. Есть тут специальная резьба уже на телеке. И, в общем, задняя вот эта вот крышка, она металлическая. Она отчасти, в принципе, служит радиатором. Это круто. А вот эта вставка, под которой находится вся начинка, видите, здесь есть воздуховоды специальные. То есть выходит отсюда воздух путем конвекции. Плюс ко всему здесь есть различные разъемы. Их тут в избытке. Это слоты под карту. Интерфейс C, 2 USB, 3 HDMI. И снизу также RJ45, VGA. Есть тюльпаны тут. Ну, блин, мало ли кто-то будет подключать. Там PlayStation 1, хрен его знает. И есть для антенны. Для спутниковой, для обычной и коаксиальной кабель. Короче, в этом телевизоре встроено DVB-T2, еще тюнер. И вы можете нормально смотреть телевизор через обычную антенну. На наклейке, смотрите, изготовитель Hyper Technology Limited. Гарантия 1 год. Вот, посмотрел я тут по телевизору, по бокам. С одного бока, с другого. Что-то кнопок тут не видно. Снизу вот тут одна кнопка какая-то есть, и все. Но это кнопка включения. Короче, нажимаю ее. Поменялся цвет этого индикатора. И вот такая красочная охренеть картинка. Впервые, ребята, сейчас включаю телевизор. Реально, до этого я его не включал. Посмотрим сейчас, что там по настройкам. И как он долго загружается на первом включении. Красивая картинка, вот на видео она что-то не такая красочная. Вживую смотрю, прям очень насыщенные цвета. И яркость сильная. Вот сейчас включился HDMI 2. В принципе, все, телевизор включился, как я понимаю. И вот подключен пульт. То есть нам нужно пройти сейчас в Android. Попробуем нажать вот сюда на телевизор. А, не, вот на домик нажимаем. Да, и все, и загружается система Android. Вот пока идет поиск каналов на черной картинке. Тут можно посмотреть засветы. В принципе, я их не вижу как таковые. Давайте свет еще вырубим. Обычно вот по краям экрана где-то бывают засветы, матрицы. Да, тут что-то... Ну, хрен знает, я их что-то не вижу. Я настроил телевизор, подключил его к Wi-Fi. Тут своя оболочка, построенная на базе 11-го андроида. Да. О ней я расскажу чуть позже. Оболочка очень интересная, друзья. Но прежде я хочу рассказать про самое главное в телевизоре. Это про экран, естественно. И тут у Hyper есть весомый плюс в ценовом сегменте. Это QLED-матрица. Во-первых, звук сейчас убавим чутка. Значит, тут матрица QLED с разрешением 3.840 на 2.160 точек. Соотношением сторон 16 на 9. И частота обновления, конечно же, 60 Гц. Тем не менее, мы в бюджетных телеках раньше не встречали QLED-матрицу. Это я вот на YouTube сейчас включил. Если мы зайдем в настройки, то увидим, что качество картинки 1080 на 60. То есть 60p 1080. При этом картинка получается классная. В настройках можно включить HDR-режим. Мне кажется, тут очень субъективно, очень насыщенные, очень яркие цвета. Картинка сочная. Мы можем все настройки цвета еще поменять в настройках телевизора. Тем не менее, в общем, уже из коробки, мне кажется, он настроен идеально. Если в магазине где-то рядом с домом у вас продается такой телек, придите, посмотрите на картинку. Вы будете приятно удивлены. Вот еще как вариант, друзья, это уже 4К видео. У меня интернет медленный немного для такого видоса. Но тем не менее, смотрите, качество 2.160p, то есть 4К. И можно спокойно смотреть онлайн. Это мы смотрим через YouTube. То же самое вы можете там подключить там приставку, тут тоже PlayStation какую-то и в 4К тоже играть. Как под монитор, под приставку, да, телевизор этот тоже подойдет круто, на мой взгляд. Если вы хотите в настройки зайти телевизора, то вот тут, в общем, в меню приложений есть такая шестеренка. Тут вы можете сеть настроить, время и дополнительные настройки, из которых язык, метод ввода, можно поменять обои, ими устройства сменить, включить HDR, включить Bluetooth и подключить сюда аккаунты, настройку аккаунтов провести. Где же тут настройки изображения? Они тут скрыты немного. То есть нам нужно зайти в какой-нибудь из HDMI портов и нажимаем на пульте кнопку меню. В итоге тут выбираем изображение. И вот мы попадаем в настройки изображения. Стандартные, динамические, мягкие и пользовательские. Можем также настроить подсветку, сейчас на максимал включить, там подавление шума, соотношение сторон и так далее, и так далее. То есть тут можно много что настроить. Звуки тоже мы можем звук поднастроить. Можем добавить баса, настроить баланс звука. В общих настройках есть таймер и, внимание, есть тут HDMI цикл. В общем, по настройкам все присутствует. Просто в некоторых обзорах я смотрел этих настроек неба. Они тут скрыты немного. Что касается операционной системы. Тут установлен 11-й Android. Полноценный, друзья, не урезанная какая-то версия. Поверх него накатан вот такой вот собственный лаунч от Hyper. На первых порах мне показалось, блин, лучше бы тут был какой-нибудь Android TV. Тем не менее, нифига. Смотрите, тут такие виджеты. Вот в этом виджете сразу мы видим порты. Мы можем между ними быстро переключаться. И вот в этом окошке сбоку будет выноситься изображение сразу с выбранного порта. С права любимые приложения. Мы сюда можем свои какие-то добавить. И зайти вот в общее меню и выбрать те приложения, которые нам нужны. Сверху прогноз погоды, дата, время и сигнал Wi-Fi. Большие, все видно четко. Приглядываться никуда не надо. Снизу уже все приложения установлены на телевизоре. То есть, короче, получается мы с главного экрана сразу можем выбрать те приложения, которые нам нужны. И плюс этого телевизора как раз в том, что из коробки уже есть все, что необходимо. И как я и говорил, смотрите, здесь есть Рустор и здесь есть Гугл Плей. Заходим, например, в Плей Маркет. И вот тут не обычный Плей Маркет, а Плей Маркет для Android TV. Тут меньше приложений, чем в обычном Плей Маркете. То есть, тут загружены только приложухи, в которых можно спокойно управлять пультом. Если каких-то приложений нет, заходим в Рустор. И тут уже загружаем то, что нам нужно. Тут тоже, видите, приложения именно для Smart TV сделаны, для удобного управления с пульта. Есть приложения для просмотров цифрового телевидения, вот цифровой TV. Есть тот же Рутуб для обновления его. ВК-видео для Android TV и так далее. То есть, все популярные приложухи для Android TV, они тут есть. Их много, они обновляются. Мы, если какие-то приложения не нашли, можем установить флешку, соответственно, и с флешки загрузиться. Вот тут есть специальная такая приложуха. Заходим в нее. И отсюда мы все по-русски, все понятно. Можем установить, выбрать установку APK файла. И все. По звуку телевизор тоже удивил. Мощности тут достаточно. Вот чуть-чуть прибавляю. То есть, тут в нижней части по классике установлены два динамика по 10 ватт каждый. И телек это можно похвалить, что при каком-то уже достаточно громком звуке искажений каких-то нет. И динамики не хребят. За исключением повышенной громкости в телевизоре в этом не особо хватает басов. Ну, чисто как на мой взгляд. Поэтому, ну, все-таки есть смысл сюда подключить какую-то аудиосистему, там, саундбар с сабвуфером. И плюс тут Bluetooth имеется. Вы можете там какие-то Bluetooth аудиосистемы сюда подключать, там, те же колонки. Сейчас у нас телевизоры в основном превратились в такие мониторы мультимедийные, где мы смотрим какие-то онлайн контенты, да, там, или подключаем пристав. Тем не менее, телевизор, прежде всего, нужен был когда-то для просмотра ТВ. Этот телек тоже подходит для этого. Здесь есть DVB-T2, тюнер DVB-C, DVB-C2. Мы заходим, например, вот в ДТВ. И отсюда посмотреть список каналов, отредактировать их, смотреть телевизор, как он и сделан по классике. Какие еще фишки? В Яндекс.Браузер. Можем заходить в интернет. В пульте встроен микрофон и есть голосовой поиск. То есть мы быстро нажимаем клавишу и вдаем голосовую команду. Рыбаков. Все, телевизор ищет, находит фильм. Видим, что за фильм. Видим, кто в главных ролях. И отсюда сразу можем посмотреть в установленных приложениях на телевизоре это кино. В телевизоре есть много очень кодеков, поддерживается. Есть самые такие главные кодеки. Это AV1. Это самый мощный кодек для 4К видео в интернете. В частности, он используется для YouTube 4К видосов. Потом есть кодек H265. Наличие этого кодека это большой плюс, так как современные смартфоны начинают использовать этот кодек в качестве формата по умолчанию. И вы сможете с телефона на этом телеке без проблем воспроизводить видосы с кодеком H265. И есть VP9. Ну и не забываем, что это Android TV. Если что-то не хватает, приложилку устанавливаем и все будет работать, все что угодно. Содержка видео минимальная, если по HDMI подключаемся. Для приставок игровых тоже подойдет телевизор отлично. Ну, за исключением того, что тут 60 Гц. Может кому-то нужно побольше. В принципе, вот такой телевизор получился у Hyper. На мой взгляд, неплохое устройство с учетом цены. Есть все, что необходимо. Для домашнего использования подойдет вообще за глаза. Чуть-чуть побольше бы оперативной памяти добавили и все. В остальном телек, ну, мне лично понравился. Плюс есть поддержка 4К, HDR. Ну и не забываем, что это QLED. А, и разъемов, кстати, полно, что тоже удобно. Очень много HDMI. Есть даже банальные эти тюльпаны и так далее. На сегодня все. Я ссылку оставлю в описании под видео. Если что, заходите, приценивайтесь, смотрите более подробные характеристики. Можете отзывы почитать, если мой показался вам не слишком полным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова